Я сегодня сидел и наслаждался, как братья говорили, проповедовали здесь. У вас свидетельство за свидетельством. Можно сидеть и учиться, как, брат, на миссии трудится, как работает. Я так подумал, что таким энтузиазмом на миссии точно все спасутся, брат. Халлелуя. Потом слышал другого брата, пусть у тебя Господь благословит. Был чему учиться, знаете, благодарное сердце, вот помнить всех и благодарить всех. Слава Богу за людей. Писание говорит, знаете, так же и Писание говорит, вот в последнее время времена люди будут, ну, неблагодарные. Вот есть же люди, церкви воспитываются в благодарности, которые могут благодарить и вспомнить. Есть люди вообще, что даже и не помнят, кто вчера им что-то давал, что все как-то должны что-то давать. А есть благодарные сердца. Но слава Господу, что Господь Христос меняет наши сердца, меняет наш характер. Полностью нас меняет, чтобы мы стали лучшими. И часто, однажды меня один человек спросил, говорит, а вот вы говорите всегда, Господь меняет, меняет, меняет. И вот до конца вы как-то меняетесь, а потом умираете и на небо уходите. А зачем вот это все изменение постоянное, если в конце умирает человек? Я говорю, чтобы на небо готовым пришли. Амин. Мы же не, если мы жили бы просто, чтобы просто жить 80 лет, это другой вопрос. Но мы решили вечно жить ведь. Амин. И в вечности наш характер нужен нам. Амин. И плюс будет еще тысячелетное царство, а там Писание говорит, будьте царями, священниками. Вот этот христианский характер, характер Христа очень понадобится. Потому что царь будет Христос, мы как-то будем его помогать. А царя надо помогать вот по-царски, чтобы характер тоже был и характер Иисуса Христа. Мне понравилось, как вот наш Ульфек сказал, что Господь не хочет, чтобы мы просто спаслись. Господь хочет, чтобы мы тоже приобретали его характер, чтобы мы стали похожи на Иисуса Христа. Амин. И сегодняшняя тема, я думаю, это то, которое сегодня нам очень нужно. Вчера я говорил утром о дарах, что церковь без даров – это невозможно. Дары Духа Святого должны быть и дары служения обязательно. И должны поднимать вот это самое, не то, что сказать, вот мне не разрешат служить. Просто выйти и служить. Пойти и служить. Я помню, как в Москве, по-моему, я с Олегом Поповым был, Тон и Барнеттом, когда разговаривали. Он рассказал про одного, про случаи, когда очень знаменитый певец, звезда, вот весь мир его знает, его мама покаялся, и она свидетельствовала, что когда она хотела делать аборт, она шла делать аборт, и стояла девчонка прямо перед клиникой и говорила, пожалуйста, не делайте аборт. И она говорит, а почему я должен слушать тебя? Ну, говорит, пожалуйста, Бог вам покажет, я христианка, я просто от Бога взял такое служение, прийти сюда, стоять, перед этой клиникой людей предупредить. Завтра можете прийти, ну, хоть день потерпите. И тогда она пошла, и вдруг в вас не видела ангела, что этот человек будет очень великим, не делать аборт, и она решила не делать аборт. И вот, думаю, вот только мы знаем это одно случай, а эта девочка, которая стояла перед клиникой, сколько таких детей спас, да? Ну, не ждал этот человек, вот эта девочка не ждала, когда вот пастор откровение получит, на руку положит и скажет, иди перед клиникой встань и проповедуй людям, что-то говори. Такого не было, понимаете? Она сама получила от Бога, пошла, а кто ее запрещает, да? Часто люди говорят, вот в церкви я хочу служить, а меня запрещают. Ну, пожалуйста, введи и служи, а кто тебе запретит? Аминь. Я, у меня в жизни был случай, я очень много Евангелия проповедовал, я был евангелистом, я даже и не спрашивал, даже и не думал, что надо спросить, разрешение проповедовать Евангелие. Выходил на улицу, стоял, проповедовал, людей свидетельствовал, привозил в церковь, но ни однажды, ни один лидер мне не говорил, почему ты людей в церковь привез, кто тебе разрешил церковь людей привезти. Знаете, поэтому служить Господу все мы можем, но вчера поэтому я сказал, что мы должны, чтобы жизнь так, чтобы дары Духа Святого, дары служения проявились через нас. И вечером мы говорили о церкви, что Господь все делает через свою невесту. И сегодня я буду говорить о завете, и это очень важная тема для нас. Скажите завет. А знаете, сегодня, последние времена, в которые люди живут, я верю, что должны быть люди завета. Часто в таком греховном мире, когда мы смотрим, и даже русские классики писали об этом, что были люди, которые заключали завет с дьяволом, и когда дьявол начал использовать их, я как-то читал в одном месте, как Николо Паганини, который очень известный скрипач, он заключил завет с дьяволом, чтобы стать популярным, и как-то стал популярным, но как-то тоже умер, молочен, но не так, что счастливо жил. Я не знаю, насколько это правда, но есть такие статьи. Но это практики есть, что люди дьяволом завет заключать, чтобы достигнуть до чего-то. Но, и когда вот сегодня я буду говорить о завете, я хочу, чтобы мы поняли откровение, мы спаслись, а насколько мы имеем завет с Богом, какие-то заветы мы заключаем с ним или нет. Вот, допустим, Авраам был верующим человеком, но как-то Авраам потом завет заключил с Богом. Есть завет, несколько видов завета, я буду говорить сегодня завет с Богом, завет с женой или с мужем, завет с страной, где ты будешь жить, где ты будешь служить. Я верю, что сегодня ты благословишься, и я думаю, отсюда мы уйдем, как человек завета. Я постоянно живу, нахожусь в завете. Когда заканчивается один завет, я заключаю с Богом другой завет, и это абсолютно другое взаимоотношение с Богом. Давайте откроем одно местописание, мы прочитаем, мы будем читать в Бите 17 глава 7 стих, и здесь написано, «И поставлю завет мой между мной и тобою, между потомством твоим и после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомством твоих после тебя». Здесь Писание говорит, что Бог поставил завет между собой и Авраамом. Знаете, завет никогда, извиняюсь, завет никогда не бывает односторонный, завет всегда бывает двухсторонный. Если ты завет ставишь с Бога, тогда и Господь отвечает. Бог сказал Аврааму, хорошо, если ты завет заключил со мной, тогда я поставлю завет тоже, между нами будет завет. После тебя я буду Богом для твоих детей, для твоих внуков, для твоего потомства. Но представьте себе, если вот Бог встанет перед тобой и скажет, слушай, давай заключим завет, ты будешь служить мне? Скажешь, Господь, я до конца жизни буду служить тебе. И Бог тебе скажет, тогда я тебя обещаю, когда тебя здесь не будет уже на земле, твои дети, твои внуки, твои правнуки, кто родится, они все будут спасены, я сделаю завет, я буду защищать их. Или если кто-то с тобой завет заключает, если ты мне поможешь всю жизнь, я твою семью буду помогать. Это же прекрасно, да, вот, если кто-то будет помогать. Вот это и есть завет, который Господь заключает с нами. И знаете, жизнь с заветом очень хорошо, и это очень сильно помогает. Почему я начал думать о завете, я начал учения делать, просто проповедовать о завете, потому что был у меня такой случай. У нас был молодежный кемп, и подошел молодой человек. Ну, я давно заметил молодого человека, который стоит, говорит, ну, он верующий человек, стоит, идет прославление, он не прославляет, семечки шелкает, потом идет куда-то, вовремя проповеди уходит. И часто мы думаем, вот этот человек, наверное, уставший, ему же Бог неинтересно, но это вообще не так, это не так. Что-то значит есть. Я подошел к нему и начал говорить, я говорю, знаешь, я понимаю, что тебе очень трудно, что-то тебя держит прославлять Бога, что-то тебя держит слушать проповедь. А что именно? Говорит, пастор, я хочу с тобой поделиться, я грешник, я говорю, ну, ты можешь покаяться. Говорит, толка нет, все равно, когда каюсь, все равно грешу. Понимаете? Говорит, и я сижу, слушаю его, говорит, вот сейчас я покаюсь, вечером я знаю, я все равно не удержусь, я буду грешить. Ты уже не спрашивал, какой у него грех, грех есть грех. И дело в том, что это подросток честно говорил. И я начал думать, что я хочу этого человека помочь, ну, как этого человека помочь, просто сказать, ладно, иди больше не греши. Я сказал не греши, но он приходит и говорит, да, я хочу не грешить, но все-таки получается. Вот почему человек не молится, потому что есть какое-то осуждение у него. И я очень долго думал, я говорил, конечно, что есть благодать, Господь тебя прошает, все эти вещи я говорил, но он говорит, понимаете, все равно я в духе, вот это мысли, которые вы мне даете, это успокаивает, но в духе я знаю, что я неправильно поступаю перед Богом. И я после этого начал думать и искать в Библии вот выход из этого положения. И нашел, нашел вот это, что завет обязательно поможет. Поймите, без завета страх Божий не будет. Страх Божий приходит после завета. Вот если ты хочешь глубокие вещи понимать и глубокие откровения получать, ты должен обязательно смотреть книгу Иова. Там очень глубокие откровения. И я нашел ответ в книге Иова, когда я открыл. И знаете, вот здесь написано так, Иов 31.1, написано так. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Иов говорит, что я завет поставил перед глазами моими, чтобы не помышлять о девице. Знаете, что? Представьте себе, Иов завет положил перед глазами, чтобы не смотреть куда-то. Завет с глазами. Это интересный завет, и это работает. Вот как завет работает, я вам скажу. Вот представьте себе, ты скажешь, я пойду в церковь и пожертвую тысячу рублей. Да, вот, допустим, ты так скажешь. Придешь в церковь, позабыл пожертвовать тысячу рублей. Потом уходишь, и эта совесть тебя не осуждает. Но когда ты скажешь, Господь, я заключаю с тобой завет, что я пойду в церковь и пожертвую тысячу рублей. И когда ты придешь в церковь и не пожертвуешь, тогда будет страх у тебя. Вот я это не сделал. Обязательно ты будешь ходить опять, пойдешь опять в церковь и пожертвовать, чтобы успокоиться. И пока ты завет не ставишь, страх Божий не приходит. Иов говорит, что я завет поставил перед своими глазами, чтобы не размышлять о девице. И вот, знаете что, когда я это понял, я начал испытать на себе. И я видел, что завет работает, действует. Вот, допустим, у меня есть айпад, у кого-то планшет, компьютеры, интернет, телефоны. Мы часто используем интернет, да, входим, смотрим кино, читаем книги, какие-то книги или качаем. Вот, какие-то сайты, когда приходишь, заходишь в какие-то сайты, да, рядом какие-то иконки открываются. И это соблазнительные иконки. Понимаете, там есть соблазнение для мужчин, побольше, конечно. И для женщин тоже эти соблазни есть. Я могу посмотреть и сказать, ну, давайте я зайду, а потом я покаюсь. После этого я покаюсь. Если я зайду, посмотрю, все равно Господь прошает. Но я вам скажу, что я туда не захожу. Не для того, что я очень сильный. Я туда не захожу не по той причине, чтобы стать здесь и сказать, я сильнее, чем вы, ребята, вы заходите, а я туда не захожу. Нет, потому что я завет поставил перед глазами, чтобы туда не войти. Я сказал, я скажу, как это завет делается. Это я жизнь завет не заключаю, я говорю месяц, а потом, как завет заканчивается, еще месяц. Сейчас к этому дойду. Заветом надо тренироваться, всегда тренировка. И я завет поставил, что я туда не зайду. И когда вот эти иконки открываются, мне даже и страшно туда смотреть, потому что у меня завет с Богом, что я туда не буду входить, и эти вещи я не буду смотреть. И знаете, человек в завете – это особое отношение, взаимоотношение с Богом, когда у тебя есть завет. Есть общее взаимоотношение, есть особое взаимоотношение. Вот, допустим, вы приходите в магазин, да, вы заметили, что в магазине есть общее взаимоотношение. Приходят и говорят, а чем вам помочь? И ты говоришь, ну, вот то хочу, то хочу. И потом ты замечаешь, не только тебе так особенно относятся, ко всем вот так относятся, а ты хочешь, чтобы к тебе особо относились. Вот тогда это по-другому. Я такой пример взял. В Дубае есть, в Арабских Эмиратах, в Дубае есть очень дорогой магазин часов. И там продают эти все часы, все это самое. Вы знаете, когда ты заходишь в этот магазин, тебе приходят, спрашивают, чем вам помочь? И ты говоришь, спасибо, я только смотрю. Ну, это общее взаимоотношение, когда вот так. А когда ты уже хочешь покупать часы там, ты уже VIP клиент. Тебе приглашают в какую-то комнату. Эта комната сделана вот таким из красной китайской дерева. Там стоят кожаные кресла, чай, кофе. Даже ты можешь обед заказать. Если у тебя есть вопросы, они ответят на твои вопросы. Если у тебя целый день вопросы, они целый день ответят. Консультант, который сидит перед тобой, у него или у него телефон выключен, никогда не будет звонить тебе телефон, потому что она тебя служит. И будет отвечать, какие-то часы, как работает, то делает. Если у тебя два дня, она два дня будет отвечать. Это есть особые отношения. Это VIP отношения. Теперь, если мы говорим о отношениях, взаимоотношениях с Богом, нам хочется общее взаимоотношение или особенное? Вот если ты хочешь особое взаимоотношение с Богом, тогда у тебя должен быть завет. Если не будет завет с Богом, особенной взаимоотношения не будешь. Ты скажешь, брат, а где ты прочитал? Там в Библии много мест. Вот, допустим, одно местописание возьмем, где написано, что есть особенное взаимоотношение. Допустим, в Таразаконе 34.10 написано, и не было боли у Израиля пророка таким, как Моисей, который Господь знал лицом к лицу. Смотрите, ко всем Господь относился общим. В общем говорил, послушайте, израильский народ, я хочу так. Ну, с Моисеем он обращался лицом к лицу. Ты скажешь, разве это возможно? Поверьте моему опыту. Я уже сколько время живу в Завете? Вот попробуйте. Если мы сегодня в конце заключим Завет, допустим, какой-то Завет, это невозможно, чтобы Бог в своей жизни не двигался. У меня так много встреч бывает с Богом, так много разговоров, и это все происходит после Завета, когда заключаем Завет. Допустим, я вечером прихожу домой, и мне очень спать хочется, очень спать хочется, и глаза закрываются. И, знаете, беру Библию и читаю, читаю, читаю. Ты скажешь, а ты не можешь утром читать? Я могу, но я Завет поставил. Пока столько глав не прочитаю, я не засну. Завет мне помогает Библию читать. Ты скажешь, ну, можно поспать утром, ну, покаяться. Да, можно, тебе можно, а мне уже нельзя, потому что я Завет поставил. Вот столько глав я буду читать, Господь, это у меня Завет с тобой. Вот есть же Завет, Господь, я буду вот каждое время, это время просыпаться и просто молиться. Вот у нас сейчас мы подняли такое движение в Армении. Между прочим, хорошо будет, если маленьком в Армении, это возможно, у вас вообще в России, возможно. Называется «Миллион часов молитвы для спасения душа для армян». Мы молимся один миллион часов, чтобы армянский народ был спасен. Ты скажешь, как это молимся? Люди заключают Завет, приходят к нам и пишут, год я 30 часов буду молиться за мой народ. Это 30 часов, это значит по полчаса, наверное, какую-то пару месяцев помогли, и все это закончилось. Кто-то пишет, что 300 часов буду молиться, может быть, это каждый день один час. Кто-то считает, по 10 минут я буду молиться, и в течение года это составляет где-то, может быть, 15 часов я буду молиться за спасение моего народа. И мы собираем, мы уже собрали где-то больше 250 тысяч часов. Молитва за наш народ. И мы идем дальше, чтобы один миллион часов молились за наш народ. И вы знаете, без Завета люди не будут молиться. Когда ты ставишь цель, говоришь, Господь, я заключаю с тобой Завет, я буду молиться, я буду читать, я буду защищать себя, держать себя в святости, и тогда Господь начинает действовать в твоем жизни. Но когда этого не будет, это будет очень опасно, потому что ты ходишь, всегда ты можешь покаяться, но Господь сегодня хочет в последнее время, церковь в последнее время, это люди Завета. Ну представьте себе, вот давайте представим, вот три проповеди, которые я проповедовал. Представляем церковь, наполнена дарами Духа Святого, дарами служения. Раз. Все верят в церковь, что Бог только делает через церковь, люди приводят в церковь, два, и в весь церковь люди Завета. У них Завет читать Библию, у них Завет приходить в церковь, у них Завет то, то, то. Какая это церковь будет? Классная, правда? Это будет церковь, что на самом деле будет прорываться везде. И вы знаете, дорогая церковь, самое опасное, что происходит, не вовремя Завета, а после Завета. Вот допустим, как я держу Завет? Я говорю, Господь, я заключаю Завет на один месяц. Я не советую людей заключать на всю жизнь, потому что этому надо прийти еще, к этому надо прийти. Есть заветы, что, допустим, я могу заключать Завет с Богом, что, Господь, я заключаю Завет с Тобой, что пока я живу, я буду служить Тебя. Я могу заключить Завет с женой моей, что я буду верен до смерти, пока смерть не разлучит нас, я буду верен Тебя. Но есть вещи, что ты должен тренировать себя. Вот я заключил, теперь первый раз мы в нашей церкви взяли Завет, что будем читать Библию, будем молиться, и не будем смотреть на плохие вещи. До Пасхи вот такой целый месяц был. А после этого мы взяли еще Завет, когда заканчивается Завет, знаете, и я почувствовал, как человек бывает атакован после Завета. Все проповедники знают, когда готовишься на проповеди, на проповеди такое все, волнение, подготовка, все это самое. А после собрания так хочется расслабиться вообще, куда-то идти, сесть, сидишь у телевизора, смотришь телевизор, отдыхаешь. Ну да, собрания этого не будет. Вот расслабление приходит после, а наоборот, в духовном жизни после надо собраться. После Завета надо собраться. Вот посмотрите, есть Писание, притча, давайте откроем притча седьмая глава. Помните, притча седьмая глава, там была такая женщина, не очень порядочная. У нее была проблема, что с блудом. Ну и чуть-чуть нормально так. У нее был муж, и она вышла искать молодого человека и нашел. И она нашла его. И погубила его. Смотрите, что написано. Притча 7, 14 Она схватила ее, целовала его, и бесстыдным лицом говорит ему, меру жертвы у меня, сегодня я совершил обет мой, поэтому вышел навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Представьте себе, вот у нее был обет, у нее был завет, говорит, я уже совершил сегодня. Она до этого не вышла бы искать этого человека. Она не вышла бы искать этого человека вовремя Завета. Знаете, когда она вышла, как завершила свой завет, говорит, ну я побывал в церкви, я пожертвования давал, я все это сделала, покаялся, а теперь вышел и ищу новые приключения. Знаете, когда ты приходишь в церковь, из церкви выходишь, не надо искать приключения, надо опять же искать Божие присутствие. И когда ты входишь в Завете, всегда на тебя есть Божие присутствие. И Божие благословение обязательно будет на тебя. Поверьте, я это испытал, я это знаю, что это на самом деле работает. Аминь. Давайте откроем Иова опять, посмотрим Иова 22, 27. Помолишься Его, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обед твои, обеды твои. Положишь намерение, и Он состоится у тебя. И над путями твоим будет сиять свет. Представьте себе, говорит, ты помолишься, и Он отвечает. И завет твой поставишь, обед поставишь, и все то, что ты захочешь, исполнится. Когда у тебя есть завет, у тебя есть характер завета, ты никогда не ошибешься, потому что Бог там работает, Бог там действует. Ты никогда не будешь эгоистом. Ты никогда не будешь что-то другое искать, потому что ты будешь Божьей воли искать. Конечно, наши заветы должны заключать, как Бог велел, чтобы не согрешить. И я верю, что сегодня самое лучшее, когда страх Божий мы получаем, это и есть путь завета. Я нашу молодежь учу, я говорю молодым людям, хотите иметь страх Божий, это и есть начало мудрости, иметь завет с Богом. Я хочу видеть молодых людей, которые ходят в завете. Иисус Христос ходил в завете, Иоанн Креситель ходил в завете, знаете, Левиты были в завете, Авраам был в завете, у Давида был завет. Поймите, а что, вот что-то и было, у Иова был завет, а что-то это было, что они использовали, а сегодняшняя церковь не использует. Есть что-то в этом. Почему? Наши предки все заветы заключали с Богом. Я верю, возлюбленные, дорогие, если мы сегодня станем людьми завета и скажем, Господь, я буду так делать, я буду так делать, я заключаю завет, я от тебя не отойду, ты увидишь тогда благословление Божие тоже придет, потому что завет всегда бывает двухсторонный, никогда не бывает односторонного завета. Допустим, я верю, что мы должны иметь завет, что мы должны ходить в церковь, мы должны иметь завет, что Господь, я буду читать Библию, мы должны иметь завет, Господь, и мы будем молиться. Но самый главный завет тоже сегодня, что ничего плохого не поставлю я перед глазами моим. Ничего плохого не поставлю перед глазами моим. Это, когда ты это все заключаешь, тебе не надо за тобой, чтобы следили. Кого-то сказали, слушай, помоги его вытащить. Вот, допустим, есть же люди, когда наркотики используют, а потом я слышал такое, я не знаю, у вас это происходит. Вот, допустим, мы когда у нас не такие репцентры, как у вас, потому что у нас не такая уж большая проблема с наркоманией. У нас есть проблемы с наркоманией, но здесь это очень сильно атакован, вот в этих краях очень сильно атака. Молодежь вообще использует наркотики очень сильно. Но у нас тоже есть, но мы когда использовали вот репцентры, чтобы реалибитировать, знаете, из десяти где-то четыре человека они полностью освободились и теперь в церкви. А шестеро вернулись опять же к наркотикам. Они употребляют опять наркотики. И я думаю, а почему они вернулись? Ну, вроде бы они читали Библию. У них был страх Божий. Они хотели на небо попасть, они хотели в райти. Но почему они вернулись к наркотикам? Потому что у них не было жизни завета. Если один человек стоит и скажет, Господь, вот я, я обещаю Тебя, вот я заключаю завет с Тобой, я больше не вернусь туда. Это мой завет. Держи меня. Я никогда не вернусь. И постоянно, когда о наркотиках будет слушать, это он поймет, что это не его, у него завет туда не возвращаться. Аллилуйя! Без завета страх Божий мы не получим. Аллилуйя! Вы знаете, что если у нас есть завет, если у нас есть завет, это и если мы нарушаем этот завет, нам надо еще восстановить этот завет. Мы должны молиться, чтобы Господь просил, что ты нарушил завет. Если у тебя завет, ты должен это исполнить. Но если у тебя нет завета, это не грех. Если ты не исполняешь. Так написано в Библии. Давайте одно место еще прочитаем. Второзаконие 23, 21. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой защитит, зишит его с тебя, и на тебя будет грех. Если же ты не делал обет, он не будет на тебя греха. Если не дал обет, не будет греха. Но если дал обет, будет на тебя грех. Помните, когда я сказал, что у нас должен быть обет с Богом, женой, страной. Помните это? Я сейчас вам расскажу уже историю. Как-то подошел ко мне человек, молодой человек подошел ко мне. Он поженился в церкви и говорит, пастор, скажи мне, пожалуйста, я имею право разводиться? Я говорю, а она верушая? Я говорю, как развестись? Говорит, да. Просто мы не для друг друга созданы. Вы слышали такое, что мы не для друг друга созданы? Такое себе. Чушь. Нигде не написано, что когда ты родился, вот кто-то там родился, что вы какой-то амулет разбитый, кто-то в одном, и мы должны соединить, и тогда молния будет. Такого нету. Мы выбираем, Господь благословляет. Это оправдание. Ой, мы не понимаем друг друга. Если ты поймешь, что у тебя другого шанса нету, поймешь. Говорю, имеешь право, если она изменяла тебя, если она блудила, говорит, да нет, она верушая. Я говорю, а он говорит, больше никак. Говорю, есть еще один способ. Говорит, как? Говорю, помнишь, когда мы благословляли тебя, ты сказала, пока смерть не разлучит нас. Когда помрешь, она будет свободным, а другого пути нету. Вы знаете, вот этот завет, сильный завет, пока смерть не разлучит нас. У меня есть кольцо, пока смерть не разлучит. Знаете, мне очень трудно соблазнить, почти это невозможно. Знаете почему? Потому что у меня завет с Богом и женой. Между нами стоит Бог. Я когда-то читал Библию, не, вообще-то всегда читаю Библию, но когда-то вот этот момент читал. Я понял, что я Матфея первая глава с половиной начинаю читать. Самое неинтересное место, вот это Авраам родил Исаак, Исаак родил, и потом тяжелые имена пошли. И я читаю до рождения Иисуса Христа, и вот оттуда продолжаю, вот пропускаю и продолжаю. Думаю, есть кто-то, что откровение получит из этого? А потом я получил откровение. Одну однажды взял, посмотрел, и получил откровение, когда я думал о завете, такое глубокое откровение, вот там, что нигде нету. Вы знаете, что написано? И Давид родил Соломона от жены Ури. Представьте себе, вот вроде бы Ури давно умер, она давно жена Давида, но все равно на небесах это остался жена Ури. Вот здесь показатель, что Бог есть, Бог завета. Когда Урия и его жена заключали завет, пока смерть не разлучит нас, у Бога там печатано, и приходит, вот сотни лет проходит, и Евангелие пишется, Господь говорит, нет, у меня в картотеке она жена Ури. Представляете? Уже Соломон, уже потомство пошло. Пошли, благословление уже пошло, и вот там написано от жены Ури. Вот Бог показывает, как он стоит за заветом семьи, как он стоит. И знаете, это прекрасно, когда смотрим, Малахи говорит, ты неверно поступаешь женой завета твоего. Знаете, завет с Богом, семейный завет и завет страной. Я хочу засвидетельствовать вас, наверное, кто-то слышал это свидетельство, но я недавно начал рассказывать, до этого я не рассказывал. У нас в Армении было очень такое землетрясение, военное положение, но Господь мне сказал, что я буду пастором, я буду пастором церкви, и я знал, что я должен себе отдать полностью. Я себя отдал полностью в моей стране, и я знал, что я там буду служить. Был такое время, что у нас не было света, воды, надежды вообще не было, беднота, потому что военное время, 90-е годы, после землетрясения, все это самое, люди через карточки хлеб получали тогда. Сегодня смотришь в нашу страну, думаешь, Боже мой, неужели ты с нами это случал? Это было с нами. Неужели это было, когда смотришь, уже все есть, даже моим детям я рассказываю, папа, а как вы так жили? Я говорю, вот, и не только жили, вас тоже кормили это время. И вот я приезжаю в Америку, и я проповедовал в Лос-Анджелесе, и один армянин, очень богатый человек, который директор, вот шеф магазина, имеет магазин, покаялся, в следующий день привез своего друга еврея, и этот еврей был тоже очень богатый. Они слышали, это еврей тоже покаялся, вышел вперед, у него даже слезы шли, и он просто молился Богу. И потом, следующий день приходят, и меня приглашают на обед, говорят, можете меня на обед пригласить? Я говорю, конечно, можно, я приду с вами на обед, и мы поехали на обед, в ресторане пообедали, и потом они меня взяли Беверли-Хильз. Если кто не знает, где это Беверли-Хильз, Беверли-Хильз, это в Лос-Анджелесе, самый-самый-самый такой известная улица, где живут звезды и миллионеры. Там простой смертный не живет. Это место миллионеров. И они там жили. Они там жили, они мне, конечно, некоторые вопросы задавали, из той серии я проповедовал, что ихний друг, еще один друг, сын с самоубийством жизнь закончил. Говорит, а что ему не хватало? Говорит, он в золоте вирус папа подарил, Феррари подарил, то, другое. Почему он жизнь самоубийством закончил? Я открыл Библию и начал проповедовать, потому что Писание говорит, не только хлебом жив будет человек. Вы даете хлеб, а больше ничего не даете. И они были в восторге, они начали смотреть Библию, читать Библию. И они сделали мне такое предложение. Говорит, знаешь, в Армении таких, как ты, очень много. Но мы хотели бы, чтобы ты приехал и стал нашим пастором. Богатые люди всегда хотят иметь собственный дом, собственного пастора. Все, чтобы было собственное, понимаете? Но я знал, что я для общества, я для собственного. Ну, они не виноваты в этом, потому что они предлагают твое дело принимать или отказаться. И они сказали, прямо сейчас мы можем с тобой договор подписать, мы привозим твою семью сюда и предлагают, знаете, когда у нас нету света, когда у нас нету того, у нас голод, холод, одежда, вот много, одежды, одевали, пальто, все одевали, чтобы и постель, лечь и спать, шапка, все, потому что тепла нету, ничего нету. Это время мы переживали, вот эти времена. И говорят, мы тебе даем Беверли Гильсе место, дом снимаем, даем машина, образование детей, прямо сейчас готовы подписаться договор на 10 лет, на 5 лет, на 15, сколько ты хочешь лет, мы договор подписываем. Ну, в Америке, знаете, что если кто-то договор подписал, если какой-то договор подписал, это работает до конца. И знаете, вот такое ощущение, что эти люди, когда как будто рай тебе, хотят благословить, да, а вдруг в духе чувствуешь, что это вроде как предложение дьявола, предложение дьявола. И знаете, что я отказался, я говорю, извините, но это не получится, потому что я призван служить своему страну. И они удивительно на меня посмотрели, говорят, ты поедешь обратно в Армению, говорю, да я поеду обратно в Армению, там же так, 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 говорю, я знаю, но Господь меня поставил там быть пастором. И когда я приехал домой, знаете, я начал служить, эти мысли всегда меня крутились, вот эти мысли, вот тебе такую вещь предложили. А вот это время еще получилось, что в другом месте, в западном стране опять, мне предложили как бы приехать туда, стать вот такой иммигрантская церковь, большая церковь, там иммигрантское служение, и чтобы их библейские школы, все это сам, я стал руководителем, тоже мне обеспечивают домами, все обеспечат, чтобы я туда переехал. И я понял, я сказал, Господь, а почему все меня предлагают? Что-то, наверное, не в порядок у меня, почему со мной это случается? Я понял, что я должен что-то делать. Я этот день, помню, как сегодня горела свеча на платформе, потому что не было света. Я одел самую лучшую одежду, которую имел, потому что я понял, что как упакуют подарок, я должен себя так упаковать. Я одел самую красивую одежду мою, я встал и говорю, церковь, сегодня я дарю себя этому церкву, этому страну, и пока меня не выгонят или не убьют, я отсюда никогда не уйду. Я призван для этой страны, я себя подарил, и я заключил завет с Богом тогда. Господь, я добровольно эту страну не оставлю, я останусь здесь, я буду служить. И я заключил завет. Вы знаете, когда вот это, вот очень много людей помнят этот день, когда я заключал завет, сколько человек сидел в церкви, где-то человек сто сидел, теперь скажут, вот такое, так много у вас людей, так здание, все-все-все. Откуда это? Вы знаете, от завета. Если пастор идет, служит и всегда думает, ну, будет плохо, пойду в другом месте, потом уеду в другой, никогда плода не будет, никогда успеха не будет. Знаете, какие пастора успешные? Когда себе подарили этому городу, когда себе подарили этому страну, когда себе подарили, просто они никуда не уйдут. Халлелуя! Я верю, что каждый служитель, он должен быть даром, не только, чтобы от Господа взять дар, а то же самое, просто что-то подарить, себе подарить. И я заключил завет. У меня завет с Богом, у меня завет с семьей, у меня завет с моей страной, у меня завет с моей церковью. Знаете, где я служу? Ведь с этим церковью у меня завет. И я могу назвать себя не полностью человек завета, но я хожу в завете. Завет с Богом. И этот завет меня защищает, чтобы не делать глупости. Знаете, иногда приезжаешь в какие-то страны, есть, вообще-то русские, очень хорошие пословицы есть, очень хорошие пословицы, но это не просто так выдумано, а из жизни, вот одна пословица такая звучит, хорошо там, где нас нету, да? И обычно мы всегда приезжаем туда, где нас нету. И где нас не было. И когда мы туда приезжаем, думаем, вау, вот люди живут, а, вау, потому что там одна лампочка больше, чем у тебя в стране, какая-то лампочка. Как я помню, однажды с моей дочерью, мы были в Швеции, она была маленькая, это была старшая дочка, ну, я с семьей вообще-то был, но старшая дочка, выезжали погулять, а ей тогда было 6 или 7 лет было. Я говорю, Анна, как тебе здесь красиво? Говорит, папа, так красиво здесь. Я говорю, а что красиво? Говорит, ну, везде газоны, вот это зеленые газоны, если кто был в Швеции, вот такие маленькие дорожки, специальные для велосипедов, дорожки, чтобы погулять, дороги, чтобы ехать. Понимаете, там у нас вроде бы все одинаково, может быть, а там все отдельно, и где эти дорожки, чтобы на велосипедах кататься, да, там газоны такие красиво пострижены, все. Говорю, ты хочешь оставаться здесь? Говорит, а почему папа остаться? Говорит, ну, здесь же все газоны зеленые. Она смеется, на самом деле она смеется, я говорю, Анна, а что ты смеешься? Говорит, папа, ты что, ненормальный что ли? Я говорю, а почему я ненормальный? Так говорит, а не лучше в Армении газоны посадить? И знаете, как я решил жить у себя, я у себя в саду газоны посадил. Понимаешь, когда ты думаешь, куда-то ты уездишь, ты ничего не сделаешь. Я верю, страна, любая страна нуждается, правительство, которое имеет завет страной, что я не уйду отсюда, правительство, которое имеет завет с городом. Если человек решил, правительство решил, я здесь останусь, они газоны посадят и дороги построят. Если церковь решил, я останусь, они и церковные здания построят для своих детей, и здания, и все построят. Если человек решил, это моя церковь, он все хорошо будет делать, чтобы ничего не испортить. Если он решил, что я буду с этой женой или с мужем все сделать, чтобы она красивая была, или он, чтобы мощная была, потому что у них другого вибора нет. И если у тебя завет, что ты будешь с Богом, ты все сделаешь, чтобы ты оставалась с Богом. Халлелуя! Халлелуя! Теперь скажи со мной завет. Знаете, интересно, да, вот Давид вроде бы жил всю жизнь, а это был Женаури. Давайте будем верно исполнять завет. Когда однажды я проповедовал, женщина подошла ко мне и говорит, вы знаете, я был в миру, и я развелся не по причине блуда, а просто развелся, а потом я покаялся, а теперь что означает это? Я говорю, а когда ты был в миру, это другая жизнь, но когда ты перед Богом стоял, уже заключал завет. Знаете, часто люди так сильно ошибаются. в России, в одном городе подошла женщина и говорит, пастор Артур, помолите, чтобы я замуж вышла. А я вижу, что у нее кольцо. Я говорю, вы не замужем? Да нет, замужем, но это можно не для меня. Это реально то, что произошло. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы это шутите или это серьезно со мной это все происходит? Она так интересно смотрит и говорит, а что я шучу? Вы не представляете, у меня муж, он ненормальный человек. Я говорю, это вы так говорите, но это же ваш муж все-таки. А где вы женились? Но это была ошибка в церкви. И почему-то мне в голову пришлось спросить, вот такой вопрос задать, а он который у вас? Знаете, есть люди, жен, мужей меняют, как себе носки меняют. Я говорю, и говорят, ну четвертый. Понимаете, вот есть девушки, мужа нету, но стоят, верят. Вот есть же кто-то, вот четыре был, и все равно она заходит и замуж видит. Как у них так получается, я не знаю. Или мужчины уже с ума сошли? Или с этим миром что-то происходит? Я говорю, и вы просто так можете сейчас развестись и замуж выйти? И знаете, что она сказала? Да я даже и друга имею. Говорю, где? В церкви. Я говорю, сестра, вы в грехе. Она обиделась от меня, потому что я это сказал. Она сказала, что она хочет разводиться, чтобы замуж, видите, опять. И я когда услышал вот эту историю, если кто-то мне рассказал бы, что это такое было, я подумал бы, что преувеличено это все. Но это произошло со мной. И я когда спрашивал ее, вы серьезно так думаете, она говорит, да. И знаете, что интересно был? Первый брак у нее был в миру, остальные три были в церкви. Знаете, что ужасно? Дорогие пасторы, послушайте мне внимательно. Не играйте с заветом. Я говорю, и ты замуж в том же самом церкви? Говорят, нет, наша церковь не благословала. Я пришел в другой церковь, я пришла в другой церкви, и мне благословили. Говорят, а пастор знал, что ты разведен вот тут? Да, пастор знал. Дорогие, да, часто мы думаем, людей собрать, приобрести людей, может быть, ты открываешь альтернативное служение? Никогда не разрушайте завет. Никогда не разрушайте завет. Однажды в Голландии мы гуляли и попали, видим церковь, я говорю, давайте войдем, это было в Амстердаме. В Голландии очень хорошая церковь есть, я вам скажу, я там бываю, у нас там хорошая церковь. И я так открыт, чтобы в воде эти церкви. И мы зашли в церковь, смотрю, что-то не так. И смотрю, парни за парнем, парни держатся, девочки за девушками. Я думаю, что за церковь? Пропасть никакой. Прямо на входе стоит вино, и каждый берут как фаршет, как фаршет, вино берут и заходят. И потом мне сказали, что, о, мой друг сказал, пошли отсюда. Говорю, а что, это церковь гомосексуалистов. И вы знаете, что, они молились. Я спрашиваю теперь, вот задаю вопрос, разве когда они молятся, зачем они приходят в церковь, значит, у них есть богобоязнь, чтобы в ад не пойти, чтобы на небо пойти. Вы знаете, почему этот грех не остановился? Потому что альтернативные церкви открылись. Если в одном церкви разоблачают грех, а другой церковь говорит, придите, а мы воспримем. А знаете причину, почему? Потому что часто люди за людей не считают. Когда смотрят на людей, думают, это кошелек, что сейчас финансы принесет, пожертвует, и это приходит богатый человек, говорит, у меня такой грех. Да ничего, приходи, мы не будем глаза закрывать на твой грех. Главное, ты приходи в церковь. Знаете, однажды Христос слепого глаза, коснулся глаза слепого, и слепой чуть-чуть открыл, говорит, что ты видишь? Говорит, людей вижу как бревна, как деревья, да? Говорит, это плохое видение. Еще раз прикоснулся, чтобы людей как людей видеть. Нельзя людей видеть, смотреть как кошелек. Нельзя людей смотреть как какое-то дерево, что плод пронесет. Людей надо видеть как люди. И если у него завеют, дорогие пасторы, служители, лидеры, пожалуйста, не ласкайте грех. Даже ты, если поймешь, увидишь, что эта жена его не понимает, это не твое дело, это его личный выбор. Он должен этот крест нести. Никогда не разрушает завет. Значит, у нас есть завет с церковью, у нас есть завет с Богом, у нас есть завет с женой, у нас есть завет с нашей страной. И если у нас эти заветы есть, у нас и пробуждение будет, и Бог в нашей жизни будет. Халлелуя! Слава Господу! Халлелуя! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я вам скажу еще больше. Часто сейчас мы ровно делаем сестер, братьев, то же самое так смотрим, не разрушая завет, но от братьев зависит еще больше, чем от женщин. Потому что мужчина должен держать завет. Любой мужчина дома, это должен быть человек завета. Когда сказал, дети знают, что он сделает. Когда жену обещал, жена должна знать, что он это сделает. Когда сказал, знаете, как Иисус знамен сказал, я и дом мой будем служить Господу, у жены даже вопроса не было, будут или не будут. И весь семья сказал, Амин, Папа. Халлелуя! Слава Господу! Давайте встанем, и я буду предлагать вам что-то делать сегодня. Вы что-то получили сегодня? Дорогие! Кто согласен сегодня заключить завет? Смотрите. Давайте берем завет до завтрашнего дня. Потом обновим его. Давайте. Кто согласен, что сегодня прочитаем минимум пять глав из Библии. Поднимите руки. Минимум десять минут помолимся. Пожалуйста, поднимите руки. И никакое плохое не поставим перед глазами. Амин. Ты можешь больше завет делать. Кого-то угостишь, кого-то что-то сделаешь. Это прекрасное место брата, сестру угостить. Но это три завета. Завета. Не поставим ничего перед глазами. Будем читать Библию, молиться. Ты будешь называть сколько? Час? Десять минут? Пятьдесят минут? Сколько ты хочешь? Ну, заключай завет. И увидишь, что завтра будет. Завтра у тебя будет другое настроение. Абсолютно другое. Халлелуя! Давайте поднимем наши руки. Господь, вот это люди завета. Просто молись и заключай завет с Богом до завтрашнего дня. Потом обновишь. И тренируй себя. Тренируй свою семью. Не только себя. Тренируй свою семью. Ходить в завете. Ходить в завете с Богом. Заключать завет с Богом. Вовремя завета небеса открываются. Вовремя завета все приходит. Вовремя завета что-то серьезно происходит. Халлелуя! Господь, Ты видишь сегодня эти руки, которые подняты Тебя. Это церковь. Краеугольный камень, Господь, сейчас становится церковь, которая заключает завет с Тобой, Господь. Краеугольный камень, Господь, сегодня заключает завет с Тобой. Я прошу Тебе, Господь, посети, наполни их, Господь. мы сегодня заключаем завет с Тобой, Господь. Отец, во имя Иисуса Христа, благослови Тебе каждого человека. Вовремя завета приди к ним, Господь, чтобы они видели, как прекрасно быть человеком завета. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Халлилуйя! Халлилуйя! Знаете, повезло бы, что вы слышали это слово сегодня. И не повезло, потому что вы уже слышали это. До этого могли бы ссориться, сказать, разведусь или что, а теперь, ну до этого ничего не знал, а теперь знаешь. Халлилуйя! Теперь ты знаешь. Приди сегодня домой, или если вместе вы, или позвони, если жена не здесь, или муж не здесь, позвони, скажи, у нас завет с тобой. У нас завет. Знаете, у вас есть дети, дети это есть тоже, плод завета. Халлилуйя! Скажи, у нас есть завет, мы будем верны. Так хорошо, мы вместе состаримся. Мы будем служить Господу, Халлилуйя! Просто подумайте, дорогие, служителям. Подумайте, с каким местом завет заключать? Здесь скажешь, вот такое-то хорошее место, чтобы для плоти хорошо было. Ищи воля Божия. Вот, можно еще кое-что скажу? Помните Лота? Лота, знаете, что Бог сказал? Знаете, Лот очень любил большие города. У него просто маня города был такой. Всегда. Когда Авраам даже сказал, куда ты пойдешь, я пойду обратно в пути, он выбрал хорошее место себя, большую цивилизацию, Содом. Он любил города. И когда приходят туда, ангелы туда приходят, он один сидит. И, представляете, Авраам, когда узнал, что они идут, ангелы идут сжечь этот город, он просто состраданием думал о людей, которые ушли от него. Он знал этих людей. И, говорит, если будет 50, ты сделаешь? Он считал, что там будет 50 человек. Говорит, не сделаю. И он подумал, может быть, Валера, Оля, тот мир ушли, а 30, может, остались. А если 10? Не сделаю. Когда ангелы пришли? Только Лот. Ну, где эти люди были? Только Лот сидел. И Лот говорит, возьми свою семью, это милость. Назад не смотри. На поле не останавливайся. Убегай на гору. И знаете, что Лот говорит? А можно не гору, а вот тот город? Я дойди. И он пошел туда. Потом увидел, что Бога там нет, вернулся на гору, а Бога уже там не был. Если Господь где-то пришел и тебя там поставил, не думай, что это маленький город, это маленькое место. Не думай, это большое или маленькое. Это какая страна? Главное, чтобы ты был в воле Божьей. Аллилуйя. Заключай свой завет, и ты увидишь, ты начнешь абсолютно в другие вещи делать. Ты будешь заботиться. Если я буду думать, что все равно я уеду, да и ничего, и не буду сажать. Был такой писатель, знаменитый немецкий писатель, Гёте. Знаете, он не только известный, что он писал, он известный, что он город превратил в цветочницу. Он выходил в каждый город, каждый день вечером гулять в город, брал семена цветов и сеял. Вот гулял и сеял. Однажды его спросили, а почему ты делаешь? Говорит, это мой город, я здесь соберусь жить. Из-за него этот город стал как город цветов, потому что кто-то сеял цветы. Дорогие, если у нас будет завет, мы сделаем все для этого города, для этого страны. Аминь. Я верю. Халлелуя. Я верю все пророчества, которые были сделаны на Россию. Из России. Сегодня брат классно говорил, знаете, возьмите пророчества. Пророчества говорят, из России миссионеры пойдут на миссию. Они принесут Евангелие в этом миру. Но до этого мы должны заключать завет. Господь, мы понесем Твое Евангелие. И тогда Господь тебе даст мандат делать это. Отец, во имя Иисуса Христа, я благословляю эту конференцию, Господь, всех людей, которые находятся здесь, и всех людей, которые смотрят через интернет и через телевидение, Господь. Благослови каждого человека, Господь, чтобы в последние времена, Господь, христиане, не жили в грехе, а были людьми в заветах, были наполнены дарами, дарами Духа Святого и стали дарами служения, Господь. И чтобы каждый человек провел свою духовную часть времени в церкви, Господь, и благословлял церковь, благословлял Твою невесту, Господь, во имя Отца, Семьи и Духа Святого. И все это скажут. Аминь. Аллилуйя.